Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. И сегодня я хотел бы рассказать о сборнике, изданном интернет-магазином Лабиринт и издательством Качели, по итогам всероссийского конкурса «Дети читают и пишут стихи». Это всероссийский поэтический конкурс, который проводил интернет-магазин Лабиринт. Да-да, не удивляйтесь, вот интернет-магазин проводит такое благородное и, я бы сказал, полезное педагогическое дело, причем в масштабах страны. На сегодняшний день, благодаря интернету, это все стало гораздо легче и интереснее. Допустим, там была видеономинация, да, это необычайно умилительно, когда дети читают на видео свои и чужие стихи. Это потрясающе совершенно зрелище, может до слез довести. И, конечно, иногда просто ставят в тупик, потому что многие дети очень одарены артистически. И это, ну, видимо, будущие деятели нашей культуры, да, и нашего искусства. Вот, поэтическое дарование ребенка это сложный феномен, потому что на самом деле зачастую он относится к феномену вундеркиндов, да, то есть людей, которые потом вырастают чаще всего свое превосходство в каких-либо иных сферах, да, теряют перед сверстниками. Они просто-напросто в детстве очень ярко начинают. Некоторые так и угасают звездами, я не буду там вспоминать ни Рэмбо, ни какие-то другие примеры. Некоторые, к сожалению, не доживают до взрослого состояния, и нам остаются прекрасные детские шедевры. Но если не говорить о грустном, а говорить о веселом, то, конечно же, каждый ребенок должен попробовать в детстве писать стихи. Это иногда бывает такой прекрасный опыт жизненный, который, пусть и не выльется в карьеру профессионального поэта, но, по крайней мере, точно научит, живее чувствует литературу, художественное слово. Не просто смысл понимать стихов, то есть начитанные ребенок и орудированные, но близко к сердцу принимать их звучание, их мелодику, их внутреннюю гармонию. Это может достигнуто быть только глубоким вчитыванием в текст. А что может быть глубже, чем собственное творчество? Поэтому, конечно, я согласен со всеми членами уважаемого жюри, а жюри абсолютно звездные у этого конкурса. Если, например, Настя Орлова первым делом напоминает нам, что конкурс – это поддержка юному дарованию. Я сама начинала писать стихи в детском возрасте, и прекрасно помню, каково это она пишет. То, например, Виктор Лунин, который сам совершенно неувядаемый, потрясающий молодой в своем творчестве, он много работал с молодыми, и он пишет о педагогическом аспекте. А Юнна Морец вспоминает строчку Хлебникова о том, что прекрасны все творяне. Именно так, как дворяне, только на букву Т, потому что это творяне, те, кто действительно творят этот мир вместе с всеми остальными людьми и вместе с какими-то, конечно, божественными силами. Вот. А здесь, в данном случае, все члены жюри соглашаются с тем, что при множестве недостатков, при робком ученичестве, которое проглядывает в огромном количестве работ, да, все сто стихотворений из этого сборника, написанные автором от 11 до 17 лет возрастом, они, конечно, чем-то цепляют. Они, ну, как бы являются такими набросками, намеками на, возможно, будущую, вполне себе уже намечающуюся поэтическую карьеру. Потому что на самом деле, под словом карьера, я здесь, разумеется, подразумеваю не просто корпус текста или какие-то там награды и достижения, да, а голос, голос поэтический, который еще ломается, еще становится на наших глазах, и где-то это можно уже предугадать. Ну, и это просто рассыпь маленьких шедевров, иногда необычайно смешных, написанных детьми. Вот, и какая-то строчка, она, конечно, потом долго вертится в голове и цепляется. А почему это чтение не просто вдохновляющее, а поучительное? Потому что на нем вполне видно, как вот на маленькой модели такой, да, приборной, как немного нужно настоящему таланту. Сколь ограничен опыт и кругозор детей, и сколь ограничены их возможности, как литераторов, да, профессиональные навыки, да, столь же богатые их фантазии, столь же интересные у них получаются результаты, когда они берутся за взрослые темы и начинают их разрабатывать и осмыслять. Тему конкурса было несколько, я не буду их перечислять, вдаваться в детали, и герой нашего времени, прекрасная, на мой взгляд, тема, вот, и вверх ногами, ну, не подумайте, что счастлив, кто падает вниз головой, мир для него хоть на миг, но иной, да, это жизнерадостная тема. Вверх ногами, это значит, взгляд не похожий на все остальные, да, то есть, свежий взгляд на что-либо. В общем-то, я скорее соглашусь с юной моделью, что такая метода, как тема, это скорее, ну, не удавка на творческом горле, как она пишет, но ограничительный фактор, хотя он очень дисциплинирует юного автора. Вот, на самом деле, все дети писали именно о том, что у них уже творчески сложилось в их воображении, что у них получалось, и тема служила только конвой, да, по которой идет вышивка. Ну, и я, конечно, не откажу себе в удовольствии процитировать несколько стихотворений. Здесь есть необычайно пленительные места, да, то, что потом будет запоминаться, да, вот. Например, стихотворение Анастасии Зверевой. «В каждом из нас обитают поэты». «В каждом из нас обитают поэты, их встретишь, возможно, нечасто. Как вдруг однажды гулял гиппопарку осеннему, дышали деревья, кружилась листва, неожиданно увидеть пришлось мне поэта». Вот. И там дальше очень интересный диалог с этим внутренним поэтом начинается. Вот. Про бабушку. Вот это пример чистой трогательности, да, которая не слащава. Она, скорее, просто настолько от чистого сердца написана, что эти восемь строчек, они действительно уже собой что-то представляют в поэтическом смысле слова. Кузнецова Полина, 11 лет. Про бабушку. «Нет на свете друга ближе бабушке, милушке, заботушке моей. Для нее я радость, внучка-лапушка. Так тепло всегда мне рядом с ней. Коре загрущу, обнимет ласково, оступлюсь толково и даст совет. Пирогами с чаем да побасками подчует, и ближе друга нет». Вот. Арина Родионовна, привет тебе, привет. Значит, ну, и два стихотворения, которые я бы сказал, я бы назвал сложившимися, которые заинтересовали меня в профессиональном плане. Это Сидоров Даниил, 15 лет стихотворения в прозе «Муравейник». Зацените, как автор обращается с верлибром. Вы знаете, верлибр – очень сложный жанр. Это жанр, в котором невозможна никакая правка. Верлибр лечится только ножницами. То есть, здесь нельзя позволить себе ничего, потому что нет никаких других оков, которые бы сковывали стихотворение и придавали ему форму. Нет никакой формующей силы. Есть только мысль, которую надо доводить до логического завершения правильными словами. Нельзя ничего... Ну, верлибр, в общем, это строгий жанр в этом смысле слова. И вот стихотворение в прозе «Муравейник». Муравей сегодня занят. Он встал рано, чтобы успеть на работу. Помылся, поел, оделся. И поехал на своем жуке по узким ходам «Муравейника». Сидит на работе за бесконечной чередой листов. Обед, снова работа. В пять едет домой. Ест, смотрит телевизор, лежит на диване. Так и проходит рабочий день. Выходные прогулка по магазинам, изведка кино, комиксы или посиделки в кафе с друзьями. По телевизору, кроме рекламы и мыльных опер, идут новости. Муравью не нравится власти, современное искусство, курс валют. Муравью не нравится его повседневная жизнь. Ему не нравится, что он вынужден тратить свою жизнь на соцсети, телевизор или на фильмы. Муравью это не нравится, и он хочет изменить современный мир. Ведь он для него слишком скучный. Но муравей не может. Муравей слишком для этого занят. Это поэзия, друзья мои. Ну и закончим на прекрасной ноте. Очень люблю такие стихи на вдохе. Значит, Алтенбаева Росина, 14 лет, продолжая Рождественского. Мама, я решила, что вырасту и стану важной, как дяденька из газеты. Беда, а не дети. Садись быстрей, остывают котлеты. А я вчера кормила щенка, а его увезли куда-то. Мама, хочу смотреть города. Нет, хочу стать космонавтом. Вырастешь, станешь, а сейчас перестанешь. Ешь. Мама, смотри, в телевизоре фейерверки. Нет, милая, там война. Это ядерные ракеты. Я этих людей спасу тогда, когда я стану военным. Что ж за дочь у меня? Всем девочкам. Куклы да бабочки да конфеты. А я стану героем. Я самая смелая. Мама, а я дорасту до тебя. И успею спасти планету. Это очень хорошее стихотворение. И оно написано ребенком. Это чувствуется. От этого оно становится только лучше. Читайте, пожалуйста. Наслаждайтесь. Поэзия, как мы знаем, не знает ни границ, ни национальности, ни языков, ни возрастов. Все поэты бесконечно мудры и бесконечно обладают бесконечным возрастом, равным возрасту Вселенной и даже превышающим этот возраст. Читайте. Дети читают и пишут стихи издательства Качели по результатам Всероссийского конкурса. Очень-очень любопытный получился сборник. Спасибо за внимание. Продолжение следует...